Пойдем, Машенька, отмывается? Пойдем, Машенька, отмоем. Ну что это, ну что это? Ну посмотри, ну что это? Это от грибов вчерашних. Она собирала маслята этими двумя пальцами. У меня-то почти... А здесь чего? Сорока, сорока. Ну это просто кошмар какой-то. Слышишь, что делается? Не отмывается. Пойдем, Машенька, отмоем. Не ходи, детка, он тебе придумает какую-нибудь кару такую. Пойдем, Машенька, отмоем. Сейчас быстро. А когда пальцы отрежем? Нет. Пальцы останутся? Маша, выйдешь оттуда чистая, довольная жизнью, но молчаливая. Маша, все, обмывай руки. Пойдем, мой знакомый. Нет. Не ходи, он тебя плохому научит. Я не ходю. А плохому учить могу только тебя я. Да. Ладно, Маша. Кожа у нас... Нашей коже свойственно заменяться, Маша. Поэтому спустя полгода вся кожа заменит. Нет. Попробуем. Мне понравится, бросим все и все. Маша, я пойду с тобой, не волнуйся. Пошли, куда он тебя занят? Не знаю, пальцы отрезать. Да? Да. А где это-то? Нет. Не надо. Это и больно. М? Нет. Что ты ищешь-то? Нашел. Мыль ручку мыль. Мыль ручки-то. Ладно, окей. Мы как следует, берем мыло, мыем. Это что? Как следует, чтобы пена была. Вынимаю. Так, давай. Ну, что это такое? Нет. Отмылось, нет? Нет. Нет, не отмываются грибовые пятна эти. Что ж такое-то? Ты какие грибы собирала? Поганки, что ли? Нет. Грибы называются палет, да, Маша? Ну и зачем мне твой нос на весь экран? Объясни, пожалуйста. Пусть будет. Отмойте ребенка. Ребенок, твоей коже противопоказано ходить за грибами. Ты впервые в жизни так извозилась, что тебя невозможно отмыть. А давайте ей пальцы намажем зеленкой. Лена, просто удивительно, все отмылись. А она нет. У ребенка нежная кожа, все впитало в себя. Ну все теперь, что делать? Надо другие руки покупать. А есть запасные? Конечно. А это что такое? Это бабушкина емкость для покраски. Любаню красить будем? Да. Можно я? Конечно, Ваша. Давай, пока получусь на просто щетке. Не надо. Любаня придет и на ней научишься, что там щетке. Это будет весело. Как? Да зачем на мне-то? Люба придет. Да мне не надо. А с любыми я тебе краску наведу, Маша. Все будет по-настоящему, как у художника. Зеленую ты сама принесешь. Зеленая? Конечно. У нас же красок нет. Как нет красок? Деда! У тебя в сарае там стоят краски. Неси. Тонированные. Какую-нибудь. Любую. Любую. Будем маму красить. Зай, почему? Маму-то зачем? Маму сейчас покрасим. Так, Маша. Маша, ты как-нибудь свои... Телефон покрасим. О, он стал синим. Теперь зеленым. Уже ее умыть. Мама решила плиту застелить фольгой. Да, у мамы терпение лопнуло. Сейчас за ножницами скажу. И просто менять ее периодически, да? Конечно. Я видела. Не-не, я тоже видела. Застилают, да. Я видела на каналах, что так делают. И мне понравилось. А то маме ко всему прочему... Получается плита из нержавейки. Да, плита из нержавейки. Простой способ. Теперь надо ее, видимо, утрамбовать, да? Хорошенько дырки сделать. Дождь большой. Правда? Ой, как хорошо-то. Господи, а то давно не было. Хоть землю промочит. Так. Много. О, попали. Красота. Красота – это страшная сила. Вот так вот. Вот и все. Когда надо, можно заменить. Очень удобно. Все. Да. Вообще ее надо всю завернуть, оставить только ручки. Вообще ничего делать не надо. Будь такая космическая плита. Да. Будь здорова. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Я первый раз сегодня показываюсь. Мы сейчас едем в... Куда-нибудь. Мы сейчас едем куда-нибудь, потому что нам еще много всего надо. Вот и все. Ступина, серпу. Просто мы еще не решили, но нам там... Короче, больше всего нам нужно хозяйственных товаров. Всякие коврики, швабры. В общем, из такого раздела. Приехали в Ступино в курс. И я уже здесь увидела сарафан для Маши. То, что я уже начинаю подоскивать ей школьную форму. Но вся школьная форма делается... Не знаю, кто так придумал ее делать, но делают ее так, что ребенок сам ее снять не может. То есть застежки сзади, пуговицы или вообще что-нибудь такое неудобное. А здесь заметила сарафан, у которого пуговицы идут спереди. Как вот у нас на одном из сарафанчиков. Серым. Кстати, он почти такой же. Тоже юбка такая заниженная. Но я его видела в Вайлбересе, кстати. Неплохая модель, неплохая варианция. Нашла здесь в магазине резиновые сапоги. Но, правда, не такого цвета я планировала их брать. Но я такие же нашла в Вайлбересе. И раз уж я их нашла еще и здесь, то решила померить. Потому что там я еще не заказала. Да, на карте точно. Вот, это 37 размер. Они, конечно, на молнии. Я понимаю, что молния, наверное, будет протекать. Но пофиг, короче. Сейчас попробуем, как оно. Так, ну, в общем, короче. Они, конечно, классные по размеру. Но они хлюпают у меня на пятки. Причем хлюпают из-за того, что просто очень широкое голенище. А так неплохо сидят. Очень удобно. Мягкие очень. Так, будем думать. Все в них неплохо. Но вот здесь вот пузырь. Пузырь довольно сильный. Если только, конечно, я какие-то объемные штаны заправлю туда внутрь. Не знаю. Так они мягкие и теплые. И внутри тоже мягкие. И гнут хорошо. Все в них вроде неплохо. Мы тут решили съездить. Давно планировали уже посмотреть одну вещь. На карте он обозначен, как гигантский кофейник. Но мы никак не ожидали, что это новейшая водонапорной башни местного СНТ. Оригинально. Гигантский кофейник. Ну, да. Так и есть. Страшновато, честно говоря, смотрится. Ну, жутковато. Неприятно, да. А ты уверена, что это водонапорная башня? Нет, не уверена. И я не уверена. Надо почитать сейчас. Может, он как-нибудь кипит? Надеюсь, что нет. И так-то жутко. Может, крем-то котельная? Может. Главное, чтобы не крематурить. Алла. Что? Труба очень такая. Характерная. Да ладно тебе. Да. К нам сюда. Мы приехали в стерковь. И мы очень голодные. Просто безумно. Потому что уже вечером мы даже не обедали. Ничего. Поэтому, наверное, сейчас пойдем сначала покушаем. А потом уже в порядок. Ну, за всякими там промышленными. Промышленными. Короче. Ковриками швабрами. Все таки. Зашли в додопицца. Уж не люблю я это кафе. Точнее, кафе-то оно нормальное. Все с ним в порядке. Я просто не люблю то, что они готовят. Мне не нравится по вкусу пицца. Мне не нравятся крылышки. Ну, то есть, они сладкие. Ну, то есть, короче, это не мое просто. Вот. Но ничего другого здесь нет. Поэтому будем есть то, что дают. Так. Два кусочка пиццы. По два. И кола. Приятного аппетита. Спасибо. Я Машке нашла здесь зонт. Классный розовый с принцессой. Он, конечно, совсем детский. Но все равно. Маша, потому что свой зонт оставила на детской площадке и его сперли. Поэтому у нее через зонта нету. Поэтому возьму я и пускай будет розовенький такой. Девчачий-девчачий. С принцессой. А знаете, сколько стоит зонтик? Зонтик стоит 279 рублей. Ну, 265 это с карточкой. Мы уже дома. Ой, сейчас Машка зонтику обрадуется. Она так расстроилась, когда у нее украли этот зонтик. Она его оставила на детской площадке. Ну, понятное дело, что сама виновата, да? Не надо было оставлять. Но она так расстроилась, блин. Говорит, я его оставила. Говорит, буквально 15 минут, чтобы домой сбегать. Потом, говорит, вернулась, а его уже нет. Ну, в общем, ребенок расстроился, конечно. Ну, ладно. Так что она сейчас безумно, безумно обрадуется. Увидит зонтик новый. Тем более розовый. Розовый. Это же девочка. И мы еще там захватили в Дуду пицце пиццу домой. Так что здесь у нас две большие коробки и одна маленькая. Так, давай мне навешай на руку что-нибудь. Или пиццу навешай на руку. Сейчас я тебе навешаю. Ну, навешай мне, да. Давай, я тебе сейчас навешаю. Давай, навешай мне. Ну, сумку-то большую я не утащу в продукты. Ну, папа сам ее забирает, да? Ну, да. Каждый берет свое самое ценное. Да. Так, я пока пошла. Ты пошла? Ну, сейчас вернусь за остальными вещами, или папа кто-нибудь. а ляулю здрасте коврик узенький более иди помогай они едят потом поедите держи мы тебя тоже порадовали это тебе прямо вот тут нам в глаз да он автоматически поэтому давайте его вы же просили чего-нибудь привез на болезнь на неси на стол эту и вот эту давай помощница умница наша тащи туда ничего страшного что приехали чтоб было на завтрак конечно три года пиццы на мамину куртку на диван тоже и твой новый зонтик что ты мне между ног достаешь а можно только около печки потому что он автоматически осторожно там надо будет на кнопочку нажать в магазине еще взяли вот такие шарики для морозилки это вместо льда на самом деле мы пользуемся с димкой такими в москве они обалденно удобные и димка пользуется и я очень удобно и при этом они не разбавляют напиток вот что ценно резиновые сапоги те не знаю буду покупать или нет но теперь я точно знаю что я буду заказывать наверное 36 размер потому что 37 что-то мне как-то очень свободный он и в голенище свободный и в стопе он свободный единственное что мне очень понравилось это то что это сапоги для узкой стопы у меня стопа в принципе она очень узкая у нее вообще нет подъема и поэтому на мне вся обувь по сути болтается поэтому я всегда беру или с липучками или со шнуровкой с чем-нибудь но я не теряю надежды найти себе сапоги из пвх такие легкие типа как вот кроксы что-нибудь такое но тоже проблема в том что такие сапоги обычно делают очень широкими и они на мне болтаются по большей части да там сумка по-моему только сумка папа спрашивает что там осталось в машине вот кроксы именно кроксы я пробовала но они какие-то деревянные они не не сгибаются вообще никак поэтому не очень подходит но посмотрим короче говоря мне нужны сапоги довольно высокие чтобы ходить в лес за грибочками мам сегодня еще банки купила для будущих закруток закаток консервирования такие свои любимые пузатенькие она их так любит говорит их удобно мыть удобно стерилизовать в принципе все удобно и стоят они в шкафу очень удобно и естся из них очень удобно на папа это тебе специальная щетка чистить а да это вещь а то видишь она у нее с двумя щетинами с одной и с другой стороны это тебе ой это и тоже подарок достался и это тебе другого не было только такой был но вроде он именно ну почти такой же как был да просто мы его доставали он там без зеленый ой без синей полосы тут вот лишь классический ой нет не фокусируется классический бальзам а там какой-то вот обычный но вроде тоже с белой упаковочкой а это восстанавливающий но все равно восстановит а то пусть стал как машины уходит димка просто достаточно капризно к этому от вас не забыли они у меня в рюкзаке я тебе их спущу это я уже подняла все наверх я тебе спущу о щёточку еще купили а то мам сегодня одну стерла в процессе помывки и нашла еще такие крышки с пометкой видимо месяц прикольно мы уже начали есть маслята маш дедушка говорит ты сегодня маслята кушала с удовольствием да вот эти маринованные которые бабушка сделала с луком вкусно но они все слюнявые понятное дело но вкусно же было что вот точно вкусно так что мы уже начали грибы поедать наши которые на зимовку должны были пойти шучу конечно нет просто вчера приготовили столько много грибов и не хватило одной банки поэтому закатали все банки а то что осталось лишним положили в контейнер и вот периодически теперь кушаем на обед на ужин сегодня вот маша их на ужин кушала так что вкусно я их пробовать на пробовала только успел попробовать так вилочкой накалывала но мне понравилось вкусно зимой будет вообще объедение на обед тоже кушал их у нас теперь грибы это ежедневный рацион но вот только на завтрак их нету на обед грибной суп на ужин грибы маринованные вчера еще были на ужин жареные лисички в сливочном масле с луком так что мы теперь вынуждена поедаем грибы маша закончила читать книжку вниз по волшебной реке она ее дочитала до конца вот она прочитала все от и до молодец я прям ей горжусь а теперь принялась читать грамоту уже тут сколько страничек ты прочитала 19 грамота это старая книжка да но у нас она старая это эдуард успенский димка долго ее искал в современном издании но к сожалению так и не нашел а эта книжка нам досталось от димкиной мамы потому что ее читал еще димка в общем она такая старая старая интересно какого она года печать печать какого года сейчас посмотрим очень смешная книжка это про детишек известных персонажей детских сказок у бабы яги там есть бабешка-ягешка по моему бабешка-ягешка да у кащея кощеечек а у емели-емели да у кащея кощеечек и так далее в общем это их дети которые пошли учиться в школу правильно вот так смотрим и они уже учатся да короче книжка очень смешная маша читает с удовольствием на заметку тем у кого дети не хотят читать так смотрим какого года девяносто второго года печать нет да нет наверное да да подписано к печати 1 декабря девяносто второго года ну не такая уж и старая честно говоря думала она старше все держи читай держи так коробки с додо пиццей и очень очень внимательный взгляд а чё собственно происходит да почему вы все от додо пиццы ушли что женечка нормально все скажи мама чё все пришли то вкусно пахнет даже не тоже тебе какая нравится вот это как раз тебе на это мясная жизнь вот такая это тебе да она очень вкусно пахнет скажи она женя мне чтобы поесть открывают открывайте скорее я есть хочу эту пиццу и что скажи это все мы посмотрели что она будет делать это все маша доставай уши и свои они ушка куда скажи куда понесли конечно она и пиццу с удовольствием если бы кто не дал